Мест из Священного Писания посланник Ефесянам, 5 глава, 18-19 стихи. И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом Святым, назидая самих себя псалмами, словословиями и песнопениями духовными, пая и воспевая в сердцах ваших Господу. Я думаю, это место Священного Писания посланник особо близко к нам, всем, кто сегодня собран здесь. Исполнение Духом Святым, уникальное исполнение, братья и сестры. И может быть для кого-то оно будет открытием, что исполняться Духом Святым можно, назидая самих себя псалмами, словословиями и песнопениями духовными. Я думаю, все согласитесь со мной, что без Духа Святого все наше служение будет неодухотворенным. Вот представьте, сейчас бы энергию выключили, все микрофоны выключили, и какие бы бледные мы сразу стали, правда? И певцы без усиления. То же самое, когда мы что-то делаем без Духа Святого, мы будем бледными. И наша талантливость, и наше образование, и наша, простите, артистичность, если ее применяют, а она не нужна, все будет бесполезно. Исполняйтесь Духом Святым. Но, милые, для исполнения Духом Святым прежде всего нужна жажда, желание. Исайя так пишет, 40 глава, 3 стих, «И залью воды на жаждущие, и потоки на иссокшие». Жаждущие и иссокшие. Вот каким должно быть наше сердце, жаждущим и иссокшим. И если это желание будет, конечно, Господь обязательно зальет потоки. Второе условие – это полная преданность Господу. Деяние 5 глава, 32 стих. Там говорится о главном условии. «Свидетели всем мы и Дух Святый, которого Бог дал повинующимся Ему, повиновение Господу». Очень нужное, обязательное условие, братья и сестры. И я думаю, уже в жизни многие могли проверить, что без повиновения Господу опять у нас ничего не получится. Мы можем хорошо все распределить, программу составить, отрепетировать. Но если где-то мы не повиновались Господу, не будет успеха в нашем служении. Или оно прозвучит, хорошо прозвучит. Но отклика для главного, для чего мы поставили, чтобы души приходили к Господу, чтобы они откликнулись на этот принцип, может не быть. Поэтому дал бы Господь, чтобы наше служение было таковым, чтобы мы были исполненными Духом Святым. Но вот это место, братья и сестры, я хочу еще немножечко сказать, как оно в греческом переводе точно звучит. «Назидая самих себя псалмами», там так сказано, «гимнами», словословиями и песнопениями духовными. И дальше. «Поя и играя в сердцах ваших Господу». Вот как можно играть в сердце Господу, а? Ну, петь я понимаю. А вот в оригинале так, «поя и играя в сердцах ваших Господу». А я думаю, когда вы отразитесь отсюда, и будете где-то, может, грустно будет вспоминать вот это служение, и в сердце вы вспомните вот эту игру Господу, и ваше сердце будет и петь, и играть во славу Господа. Это как раз очень хорошее место священное писание, которое говорит за то, что и в Новом Завете допущено прославление Господа на музыкальных инструментах. «Поя и играя в сердцах ваших Господу». И вообще греческое слово «псалме», оно обязательно подразумевает пение в сопровождении инструмента. Я помню, когда пришлось вот книгу писать «Не смущайся», то оппозиционеры прислали мне, говорят, вы очень неточны. Если там играли, то на щепковых инструментах, а вы на смычковых хотите прославлять Бога. Это уже не угодно. Но это уже, конечно, просто риторика, самая настоящая, можно сказать. Мы знаем, что весь псалтирь – это посвящение Богу музыкальных и хоровых произведений, поэтических и с оркестром. Поэтому мы смело берем это за основу нашему служению. Но дал бы Господь, чтобы мы действительно, братья и сестры, вот этот способ исполнения Духа Святым использовали. Я понимаю, что главное, конечно, Слово Божие. Вначале было Слово «Да и Аминь». Молитва «Да и Аминь». Но давайте не будем отрицать и вот это. Исполняйтесь Духом Святым, назидая самих себя псалмами, словословами, песнопениями духовными. К сожалению, может, кто-то считает это что-то второстепенное, чем-то второстепенным. Я боюсь это сказать, дорогие милые друзья. Пусть это будет таким же главным. Потому что от совершенства, если что-то убавить, то совершенства уже не получается. Есть наука, эстетика, наука о прекрасном. И там два основных закона. Первый закон – единство формы и содержания. Всякая форма содержательна, всякое содержание оформлено. И когда вот это единство есть формы и содержания, тогда эстетика, красота видна. Если форма не соответствует содержанию, нет гармонии, нет красоты. И я думаю, что, братья, нашим всегда служением является пример самого Иисуса. Я привожу часто место священного Писания евреям, 5 глава, 7 стих. «Он в одни плоти своей, со слезами и сильным воплем, принес молитвы и моления, могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение». Вот это слово давайте напишем большими буквами, как заглавие к любому нашему служению. И это слово должно отражать и содержание, и форму. И если где-то есть выпады из этого служения, это будет уже неугодное Господу. Конечно, если побольше во время, мы бы рассудили об эстетике еще побольше. Хочу сказать, что об этой науке и древние мудрецы размышляли. Да, вот такая триада древних мудрецов, философов, Сократ, Платон, Аристотель, они много размышляли о прекрасном. Многие сходятся в мнении о том, что Платон все-таки читал Библию, потому что его выводы, но настолько порой совпадают с евангельскими. И вот средневековая школа обучения, можно слышать, такая схоластика, она что в основном взяла? Объединение Евангелия Христов с греческой философией. Мы, конечно, боимся слова «философия». И особенно, когда вот Колосин, вторая глава, читаем слова апостола Павла, «Бойтесь, чтобы кто не увлек философией, пустым обольщением, по стихиям мира, по преданию человеческому, а не по Христу». Да, само слово «философия», оно неплохое. «Фило» – «люблю», «софия» – «мудрость». Но есть подделка под мудрость. Подделка. Потому что даже материализм, он претендовал на звание философии. Да, но это была подделка под мудрость. А истинное, любомудрее, оно искало настоящую мудрость. И вот эта средневековая школа схоластик, особенно представитель Фома Аквинский, он очень много размышлял о красоте, он очень высоко ставил музыку, искусство высоко ставил. И он употребляет слова Платона, «Любовь – это путь, ведущий от созерцания красоты, отблеск истины к высшей добродетели». Посмотрите, как категория истина, красота, любовь и добродетель сочетаются. От созерцания красоты к высшей добродетели. Красота – форма. Мы ее можем видеть и можем слышать. Содержание, конечно, высшей добродетели. И, конечно, для нас навыражено в Иисусе Христе. И какое счастье для всех нас, что мы нашли ответ на содержание, высшее содержание красоты. 44 Псалом 30 стих. «Ты прекрасней сынов человеческих». И в этом наше великое счастье, что мы знаем, кому служим. Я вот помню в юности, искал много, сомневался много. И однажды в дневнике Бетховена нашел такие слова. Назначение человека – познать истину. Любить красоту. Желать хорошее – делать самое лучшее. Чудесные слова. Назначение человека – познать истину. Но я стал спрашивать себя, но что есть истина? И вот сколько я не перевернул горы страниц мирской мудрости, мирской философии, не нашел я там ответа. Конечно, кто-то дает определение, что истина. Материализм, знаете, какое определение дал? Истина – это предел, которому постоянно стремится человечество, но достичь который никогда не может. Вот это да. Так что же мне даст этот предел, который я никогда, не то что я, человечество не достигнет. А ведь моя душа хочет знать, что есть истина. И какое счастье, когда мы после этих блужданий по лабиринтам философии мирской открываем Евангелие, очень просто читаем 14 глава Иоанна, что стих «Я есть путь, истина, и жизнь». Как успокаивается наше сердце. Какое счастье, что истина есть, а то отвлеченные понятия. Опять я повторю слова в Дневнике Бетховена, назначение человека познать истинно, любить красоту, но без истины ты никогда не познаешь, что такое прекрасное, дорогой друг. Желать хорошее, делать самое лучшее. А это опять, только тогда, когда мы сможем, когда Дух Святой войдет в наше сердце, когда мы исполнимся Духом Святым. Потому что без Духа Святого мы и доброта не можем творить. Потому что все, что человек делает, что делает хорошее без Духа Святого, все равно, он себя ставит на пьедестрал. Хомо сапиенс, человек мыслящий. И весь гуманизм от слова хомо к этому идет, идет. На пьедестрал человека возводят. И мы знаем, что нас учили, как учили слова Горького. Человек это великолепно, человек это звучит как? Гордо. Николай Воднецкий говорит, я тоже думал, что человек звучит гордо, великолепно, пока, как говорит следователь, кулаком мне зубы не выбил. И я понял, что человек звучит страшно. И мы сегодня обращаемся к центру, идеальному центру красоты и истины, к Иисусу. Я хочу напомнить, когда Иисус совершил тайную вечерю с учениками, притом Иуды там подчищательным и слимным богословом уже не было, потому что это была чаша после вечери. А до этого Иисус подал кусок Иуде. И говорит, что делать? Решил, делай скорее. Он вышел. Вот это тайная вечеря один из апостолов Иисус 12. Но меня особо трогают слова, которые после этой вечери написаны. И воспев, пошли на гору Елеонскую. Восхождение на гору. Как оно прекрасно. Сколько у нас псалмов есть. Псалом восхождения. Как хорошо, если жизнь наша псалом восхождения. Как хорошо, если мы поем. Но что пел Иисус, вы знаете? Я задался этим вопросом. Еврейской традиции увлекся. И мне был дан ответ. Оказывается, после пасхального агнца всегда пели 21-й псалом. А что там? Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил? поющий Иисус. Я думаю, он был грустным, когда пел этот псалом. А может, и слезы были у него. ПТС Уральская Проскурякова пишет, «Людская толпа не любит слез. От них на дороге слякоть. Но плакал Давид, плакал Христос, а значит, не стыдно плакать». У нас в представлении песвосхождения что-то радостное, типа Христа да возвеличат все. Наказано может быть и со слезами. И она будет у тебя слезами, дорогой друг. Потому это то, что мы выплачиваем наедине, оно будет кристальными, жемчужными и в нотах и в стихах отражено дабы завид нас в этом Господь. Поэтому плач Иисус всегда да будет пред нами. И вот это исполнение назидания самих себя исполняется Духом Святым салмами, словословами, песнопениями духовными, да будет неотъемлемой частью наше служение. И если кто-то пренебрег этим служением, давайте скромности в величии и в этом пении, как пел Иисус, донесем это до всех, что это неотъемлемая часть служения, неотъемлемая часть исполнения Духом Святым. Сегодня много Господь скажет и воспоминаний будут, а я бы хотел одно воспоминание для вас преподнести. На конференции я рассказал об очень безвестной скрипачке, которой потом ушла в вечность после второго срока за издательство Христианин. И я хочу показать вам, милые, как трудно было тогда в первые годы наше братство получить образование. Вы вот все получили образование или почти все на курсах. И если даже кто-то мог мирскую закончить школу или училищ, все равно курсы они давали духовное образование. И в этом слава Богу особые отличия. У нас как-то вот еще Венимин Александрович покойный был и задался вопросом вот служители были, а большое общение служителей говорят братья встаньте кто говорит прошел через МХО. И вы знаете почти половина служителей встали которые сначала прошли через школу МХО. И нам это было конечно очень приятно очень потому что направление было нужное и я особо благодарен Господу что много я получил наставления от Николая Петровича Храпова который был первой ответственной в совете церквей за хоровое служение я как музыкальный руководитель а он какая это была тщательность братья сестры какой он подготовлен на все курсы приезжал обязательно фергана или заим там где-то мы проводили харцизк он приезжал он давал тщательные наставления нам однажды однажды мы ехали с Москвы с библейских курсов он подошел ко мне говорит брат дорогой удели мне пожалуйста один день ты должен мне уделить но конечно я не имел права отказать он повез меня в родную колонну и весь день водил по колонне показал могилу Тимошенко там она оказывается дом где собирались и все рассказывал все рассказывал и я понял что он чувствует такое побуждение что наверное передает и последний раз это был 79 год уже было темно говорит это не все сейчас самое главное и привел меня в дом в квартиру своей сестры посадил в зале сиди здесь я сел и вдруг он под руку выводит из комнаты глубокую старецу высокая очень худая вся в черном это была мать его он посадил напротив говорит мама вот этому брату ты должна рассказать все как ты к папе в Архангельскую область пробиралась он умирал там но ты хотел увидеть его дороги не было снежной пустыни и наст когда верхний слой подмерзает и ты шла ботинки стерлись и на снегу оставались кровавые следы расскажи мама брату все расскажи она вот так в упор на меня смотрела секунд пять слезы глубокий вздох ох и ничего не сказала но на все сказала поэтому братья конечно на белом снегу иногда кровавые слезы весь восхождение в нас со слезами но это то что надо для нашего служения и я напомню только поэму Николая Петровича Храпова матери что мы никогда не треклись от прекрасных традиций нашего братства что мы знали где были корни братства после этой встречи вскоре меня арестовали потом Николая Петровича мы уже больше не встречались мне писала Надя всегда письма и вот пишет дядя Женя мамочки не стало она не выдержала последнего ареста ушла в вечность мы теперь сироты а уже в 82 году пишет дядя Женя мы теперь круглые сироты папы больше не стало а моя спутница удивительное ради сообщения услышал по голосу Америки на второй день после ушествия Николая Петровича вечер знаете какой мы еще не знали даже а там уже передают вчера в СССР ушли вечность двое богач в Кремле и лазарь в тюрьме богач Леонид Брежнев лазарь Николай Храпов ты наверное опять загрустила одинокая скорбная мать когда внучка тебе сообщила что решил я еще пострадать да решил хоть и мог не скитаться по застенкам тюремным опять мог бы жизнью в семье наслаждаться мог на старость себя утешать мог как многие скромно трудиться громко петь Божий дом посещать горечо откровенно молиться даже бедным нужде помогать быть в почете в кругу атеистов жить спокойно ходить не боясь уважаемым быть у баптистов пировать у попов не стыдясь да в общем пора бы законно справедливо в тиши отдыхать приходящих встречать благословно мемуары о прошлом писать но подумай а будет ли честно оставлять мне священный порог когда церковь христа посеместно осаждает лукавство порог когда святость опять попирает суетливо замзду торгаши и без страха обет нарушая предается шутя за гроши кто же встанет за истину мама кто молюты христу приведет кто лукавых служителей прямо обличи кто утешит сирот нет я думаю ты не осудишь как и прежде за выбор меня вновь молиться за сына ты будешь материнскую верность храня нам обоим с тобой надоели лицемеры простые на вид оба мать мы с тобой посидели от язвительных горьких обид много горе с тобой пережили невозможно всего описать и как будто на свете не жили а пора уж пришла умирать помню тех кто уют наш нарушил когда первые слезы из глаз я ронял и внимательно слушал твой простой материнский рассказ про отца тогда ты говорила как его забирали от нас как ему передачи носил как его ободряло в тот час ранним утром его угоняли в арестантской толпе на вокзал обнаженные сабли сверкали их суровый конвой провожал с ними рядом ты тоже шагала от тюремных ворот до конца то братишку к груди прижимала то слезу вытирала с лица вдруг на быстром коне угрожая конвоир к вам с отцом подскакал и клинком обнаженным сверкая отойти он тебе приказал сердце сжалось облитый ядом ты стояла преди как стена не уйду я от мужа но рядом с ним пойду ведь ему я жена и ничто победить не сумела непреклонности духа в очах ты шагала уверенно смело с арестантским мешком на плечах лишь неровная речь то и дело побивалась у вас на ходу за святое великое дело вас обоих под саблей ведут на вокзале с отцом распрощалась поздно помню домой ты пришла тяжело на постели пустилась и со вздохом ты нас обняла с этих пор в нашей жизни суровой было много больших перемен но венец христианский терновый оставался для нас беззамен за отцом по дороге тернистой вскоре сын твой пошел и опять довелось тебе снова томиться у ворот с передачей стоять хоть тебя мне потом заменила дорогая подруга жена но как видно до самой могилы ты как мать христианка нужна и теперь как с отцом по дороге рядом бодро спокойно ты шла будь со мной хоть и быстрые ноги беспощадные старость вела за христа пострадать не обидно не обидно позор пережить отрекаться от бога постыдно еще хуже предателем быть рано мать мы с тобой посидели много слез вытирали с лица но немного осталось до цели будь верна ты христу до конца братья и сестры я вам заикнулся рассказать об одной безвестной скрипачке позвольте еще три минутки я расскажу о ней стих в 72 году я приехал в Нураль чтобы провести общение ну тогда я значительно лучше играл на инструменте только после консерватории играл общение прошло были кающиеся души а после общения братья подходят пойдите поговорить с одной сестричкой рыдает безутешно ничего не может сказать в кухне я подошел да рыдает сестричка я стал с ней разговаривать постепенно утешивался я говорю что ты плачешь ты хочешь покаяться нет у меня другое а что я сегодня поняла что я никогда скрипачкой не буду это для меня великая скорбь я так любила я так хотела научиться это была Лариса Зайцева их отец был благовестник и по суровым тропам уральским никто не знает где закончилась его жизнь моя вдова воспитывала двоих они жили в троицке маленькой избушке потом я уехал на Украину чтобы здесь хоровой отдел как-то организовывать и организовал сразу массу обучения скрипачей до 20 скрипачей у меня было и уже к второму году что-то могли играть и вдруг приезжает Лариса со скрипкой я говорю Лариса ты приехала поучиться да нет Евгений Никитирович совсем другое у меня очень ценная скрипка я вам дарю ее что вы подарили самому талантливому вашему ученику а что такое я ухожу в издательство ну вы знаете когда выходить в издательство это процентов 70 тюрьма 3 года она была и тюрьма она вышла с совсем слабой здоровья ей говорят ну отдохни поправь здоровье возьмите меня в издательство но у тебя плохое здоровье если Бог мне продлит жизнь один год я навеки буду Ему благодарна продлил Господь и не один год и после второй срок тюремной в дом Виктор Михайлович в Ростове они собираются с Червакова 36 это их домик был который они купили и там построен дом молитвы и там мама ее наверное 90 уже с лишним до сих пор жива на дочку похоронила я прочитаю короткий стих девушка русая с длинной косой с чистым задумчивым искренним взглядом как оказалось в тюрьме ты сырой как можешь с миром преступным быть рядом помнишь ли чувство весенний разлив юноша был у тебя очень милой ты же сдержавши к нему свой порыв в церковь баптистов зачем-то вступила что у баптистов прельстило тебя крест на Голгофе или блеск на Фаворе или же просто искусство любя петь пожелала в прекрасной Минхоре пела в том хоре ты несколько лет даже с Алиской в последний год стала вдруг все оставила вот где секрет может быть хора тебе было мало мать покидая родных и подруг в стороны тропы ты идешь бездорожья но для чего захотела ты вдруг тайно печатать в глуши слово Божье вот и награда за тяжкий твой труд камера жуткая с мрачной решеткой тюрьмы тебя в порошок и затрут ужас подумай наделала что ты в зоне увянет твоей жизни цвет и не в висках вот тебе вся награда девичьи губы шепнули в ответ большего счастья ни в жизни не надо жертвую стал за меня Иисус буду светить его славное имя к небу пусть гимн вознесется из ус жертву спаситель всю жизнь мою принял аминь разоград к с с с с с с и с с